Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Рад вас приветствовать. Сегодня хотелось бы поговорить с вами о фитильном поливе. Как вы могли видеть из моих предыдущих видео, вся моя коллекция стоит на фитиле. Ну, за исключением, конечно же, укорененных черенков, от которых я только жду пополнения. Все остальные, детки, пасынки, только укореняшки, пасынки и детки, отсаженные, взрослые розетки, перья у кореняшки, полностью стоят все на фитиле. Вот, как я к этому пришла, конечно же, когда моя коллекция насчитывала всего лишь около 100 сортов, тогда, конечно же, я использовала верхний полив. Ну, какая сложность была? Пошел, посмотрел, где просох, подлил и нормально все, цветут себе, растут дальше. Ну, когда количество сортов перевалило за 400, а количество розеток и стаканчиков еще больше, вот тогда возник вопрос, как же, собственно, мне оптимизировать свое свободное время, потому что у меня возникли сложности, да, совмещение работы, совмещение моего хобби, и руки практически не доходили до полива. И очень часто происходила такая ситуация, как пересушка, ну, или просто там пересушила, залила, пересушила, залила, и как факт розетка сгнила и пропала. Вот, поэтому я пришла к фитильному поливу. Фитильный полив для меня был такой своего рода панацеей. Для фитильного полива, конечно же, принято использовать либо, допустим, какие-то акриловые ткани, шерсть, да, акриловую пряжу девочки некоторые используют, кто-то использует капроновые полоски с капроновых чулок, я использую капроновые шнурки, вот, которые продают на рынке. Вот, они очень хорошо впитывают и не подвержены гниению. Но не так хорош этот фитильный полив. Почему? Потому что, конечно же, у него есть и свои минусы. Вот, вы сейчас можете прекрасно видеть, представленные на экране розетки, они все стоят в контейнере с водой, везде есть вода. Ну, что-то такое, знаете, заметила, ну, вот, например, на это, да, сорт. Это сорт «Жемчужный восторг», листовая химера. Цветочки вот начинают только распускаться, такие маленькие, тоже красивые. Но листья вот так вот пообмякли, да пообвисли. И когда я начала смотреть, я увидела, что грунт в моем стаканчике, он сухой. Как таковой даже капли воды нет. Почему это происходит? Иногда просто пересыхает фитиль. Вот здесь стаканчики, да. Здесь он вроде бы мокрый, а здесь он сухой. Иногда фитиль просто может покрыться, да, вот, илом. Заиливается и тоже перестает тянуть. Поэтому время от времени его нужно, конечно же, да, промывать и заново ставить. А иногда причина может быть в том, что в зависимости от того, сколько ваша фиалка не пересаживалась, да, тоже может возникнуть такая проблема, когда грунт уже все пересох, ком торфяной затянуло корнями, эти корни уже свое отжили, да, они отмирают. И по факту мы получаем такой небольшой комок жесткого грунта, который абсолютно не впитывает влагу. Тогда возникает необходимость не просто помыть фитилек, а еще и пересадить. Вот этот сорт я показывала. Это сорт Милки Вэй, вот на его примере, посмотрите. Здесь уже довольно-таки большая шея, вот, и вот как таковой, вот этот комочек земли, который уже нужно пересадить. Вот такие у него старые корни, вот он весь рассыпается, да, хлипкий, вот, но он сухой. И впитывать воду он не будет. Даже когда при поливе я начинаю его поливать, вода просто бежит сквозь него и грунт не впитывает. Поэтому будем решать эту проблему путем пересадки этих розеток. Ну что же, давайте пересадим наши розеточки. Убираем фитилек, он нам пока не нужен, мы его в будущем, да, в последующем промоем, подготовим. Очищаем наш горшок, наш стаканчик, обрываем ненужные цветочки, они нам, конечно же, не нужны. Почему? Потому что розетку, ну, можно так скажем, будем немножечко омоложать. Поэтому все черенки лишние, да, и все цветоносы мы уберем и приведем нижний ярус. Листьев я обрываю, он нам не нужен. Вот розеточки придаем тот вид, который мы хотим от нее получить. Убрали все лишнее. Цветоносики тоже обрываем. Срезаем попу ненужную и зачищаем как морковку. Не боимся, что срежем лишнее. Корни в любом случае нарастут и розетка будет нас вновь радовать. Вот такая вот розеточка получилась. Пока уберем. Приготовлю все остальные розетки. Так, здесь у меня еще есть сорт жемчужный восторг. Его тоже приведем в порядок. Вот. Тоже, как вы можете видеть, вот такой пересохший ком земли. Вот. Поэтому мы ее просто разделим. Здесь два хороших таких пасынка. Поэтому сейчас я их разделю. И отсажу. Так. Вот такой вот симпатичный. Вот здесь внизу есть маленький пасынок. Пасынок, но он нам не нужен. Поэтому мы его просто порвем. Так. Вот такая розеточка. Здесь можно даже не зачищать, а просто вот, так скажем, покорябать. Потому что очень маленький корешок. И здесь, в принципе, даже чистить нечего. Поэтому просто так, чуть-чуть, зашкребем его. Так. Вторая розеточка. Вот на ней уже, видите, уже есть такой большой, довольно-таки взрослый пасынок. Я его отрежу. Распутаем немножечко. Вот такой вот пасыночек, который можно тоже укоренить. Нижние листья я уберу. Они нам не нужны. Вот. Эти листики тоже уберем с вами. Цветонос. Чтобы не тянул силу, уберем. Такой маленький пасыночек у нас получился. Так. Ну, давайте посмотрим, что у нас осталось здесь. Так. Вот эти вот нижние пасынки убираем. Они нам мелкие не нужны. Еще нарастут, да, как придет время. Нижние листья все обрываем. Вот так. Здесь тоже есть маленькие пасыночки. Они нам не нужны. Таким образом срезаем попу нам не нужную. Так. Обрываем цветоносы нашими. Здесь вот есть маленький цветоносик. Не цветоносик, вернее, а маленький пасыночек. Вот я его оставлю на дорост. Вот. Здесь опять-таки немножечко покорябаем. Все лишнее берем. И вот такой вот розеточку мы оставим на дальнейшее размножение. Так. Еще один трейлер у меня сегодня есть. Это Элонг Трейл. Вот такие красивые цветы. Вот, да, розовенькие, маленькие, красивые, аккуратные. И вот такие интересные у него листики. Они вот не круглые, а какие-то, да, такие вот заостренные, более интересные. Здесь у меня четыре растения. Поэтому их я тоже сейчас разделю. Вот вы можете видеть, да, корни уже практически весь ком землист себя исчерпал. Вот. Поэтому здесь я просто разделю вот эти розеточки. Так. Срежу лишние старые корни. Уберу ненужные пасынки. Вот. Весь нижний ярус листьев я уберу. Они нам не нужны. Вот. Цветонос уберу. Этот оставлю. Пусть растет. Ничего страшного с ним не будет. Так. Еще один. Еще один вот такой. Лишнее срезаем. Нижний убираем. Цветочки убираем. Здесь их много. Поэтому они будут, конечно же, тянуть. Так. Так. Уберу все. Эти листики уже можно видеть. Да, они уже вот даже более светлые. Поэтому смысла их оставлять нет. Нарастут новые зеленые красивые листики. Которые будут нас радовать в дальнейшем. Так. Вот такую розеточку оставим. Вот здесь есть еще один маленький боковой пасынок. Я его тоже оставлю. Так. Еще один. Вот такой еще. Отрезаю попу ненужную. Вот. И вот такой пасыночек. Оставляю. Ну и последний. А, нет. Акадцы, не последний. Здесь тоже два штучки. Так. Оторву лишнее. Срежу ненужные. Вот такой пасынок получился. Ну и здесь. Здесь то же самое. Процесс работы один и тот же. Повторяем одни и те же движения. В погоне за красотой. Вот такой пасынок. Вот. Еще есть у меня вот такой сорт. Сейчас я скажу, как он называется. Это сорт Кентукки Рамблер. Вот такая огромная розетка. Да, вот. Покажу вам. Такая огромная. Но при этом она растет на одной ноге. И она тоже уже неустойчивая. Смотрите. Вот его одна нога. Да. Вот. Сейчас я... Вы можете прекрасно видеть уже, что здесь практически на нем нету корней. Да. Вот такой один огромный старый ствол. И на нем вот только очень много пасынков. Поэтому здесь мы опять-таки обрежем все старое и ненужное. Зачищаем все, как морковочку. Вот эти старые листья я сейчас тоже оборву. Весь нижний ряд. Чтоб он нам не мешал. Так зачищу. Такая морковочка у нас получилась. И вот такой ствол я посажу. Последний сорт, который я хотела сегодня вам еще показать на пересадку. Это шикарная ванила трейл. Очень мне нравится этот трейлер. Но вот единственное, что он вот так вот постоянно западает на бок. Лежа растет. И у него тоже случилась такая беда. Во-первых, есть у меня иногда такая привычка сломать листик и воткнуть его прям в стаканчик. И потом вырастают вот такие маленькие детки. Что я, собственно, и сделала. Но ком земли здесь уже тоже довольно-таки старый. Я его не пересажила. Вы уже видите, он зарос корнями. И корни уже погибли. Это тоже можно увидеть на листьях. Листьях стали желтеть. Это значит, что им не хватает питательных веществ. Цветет он постоянно. Только вчера я оборвала бутоны старые. Остались те, что помоложе. И тут уже еще куча большая не раскрывшихся лезет. Поэтому эту розетку я рассажу. Вот здесь вы можете видеть, уже есть один пасыночек. Поэтому я его оставлю. Что я сделаю? Я просто срежу вот так вот эту розетку. На ней там растут уже пасынки тоже маленькие. Поэтому вот так я срезала. И вот так в стакане эту красоту я оставлю. Пусть растет. А вот эту розетку я переукореню. Вот здесь тоже непонятно, что здесь, как, где найти ее конец, край. Вот здесь на конце тоже, видите, пасынок, но он нам не нужен. Я его оторву пока. Нижние листья сейчас, чтобы разобраться, что же с ней и как делать, нижние листья пообрываю. Вот здесь тоже есть маленькие пасынки. Они тоже не нужны. Вот она прям вот лежа растет, да? Посмотрите. Поэтому здесь я все вот это уберу. Оставлю голый ствол, чтобы потом его спокойно можно было посадить. Вот так вот сделаем. Все цветоносы я обрываю. Не жалко. Нарастут новые. Ну, а розеточка быстрее адаптируется. Вот, получилась вот такая красота. Здесь вот эти листья еще нижний ряд оторву. Вот, зачищать, в принципе, здесь я ничего не буду. Здесь нормально целый пенечек. Вот, и вот таким образом я ее посажу дальше расти. Ну, что же, девочки-красавицы, я заранее приготовила тару, стаканчики под наши омолаживаемые черенки, да? Сразу полила грунт, чтобы он не рассыпался. Ну, теперь мы с вами можем приступить к посадке наших розеток. Так, ну, как обычно, делаем небольшое углубление. Вставляем нашу розеточку. Придавливаем. И вуаля! Все готово. То же самое проделаем и с остальными. Еще один сорт. Ну, здесь вот прям такая большая кочерыжка, поэтому придется больше сделать отверстия. Вот, вставляем наше отверстие. Так, придавливаем. Обжимаем, так сказать, нашу фиалочку. Вот такую красоту получаем. Так, что касается остальных... На очередь у нас жемчужный восторг. Так, давайте его подсадим. Посадили. Обжали. Ну, такую красоту получили. Здесь, наверное, мы посадим наш лонгтрейл. Маленькие такие листики, аккуратные. Так и норовят запутаться. Так. Еще одна наша розеточка. Еще одна. Такая красота. Так, еще одна. Жемчужный восторг посадим. Такой прям нежный. Вообще он прям мне нравится. В этом году еще взяла его собрата ва-банк. Вот. Тоже скоро должен уже расцвести. Еще один маленький пасыночек. Малюська наша. Вот так вот. Главное не углубить середину. Чтобы она потом не заржавела. Ну и последний. Наверное, вот эти два трейла мы посадим вместе. Или нет. Лучше пойду принесу еще одну. Еще один стаканчик сделаю. И присажу. Два стаканчика все посадить посадила. А про свою золотую ванилку забыла. Вот так. Еще один. Трейл-алонг. Такой красавчик. И моя ванилка. Ну вот с ней придется как-то повозиться. Наверное, придется на всю длину ее что-ли посадить. Потому что вот это ее лежачий корень. И вот так присажу. Так. И сверху землей обсыплю. Вот так сделаю. Вот так получилась. Вот такая красота. Вуаля. Вот такая красота у нас по итогу получилась. Надеюсь тоже на быстрое укоренение. Все, кто спрашивал химеру «Жемчужный восторг» и «Трейл-алонг», пожалуйста, девочки, обращайтесь. Через три недели, даст Бог, все будет готово. Вот. Так что пользуемся фитильным поливом. Не забываем проверять свои розеточки, свои фитильки. Всем большое спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok